Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, подписчики на моем канале Голова садовая тетя Таня на YouTube. Рада вас всех приветствовать, всю Сибирь и всю Россию. И сегодняшняя тема, что же делать с черенкованными растениями, как их сохранить зимой, высаживать их или нет. Конечно, растения еще, как бы да, они начали расти. Видите, черенок это вот он, старый череночек. У него есть уже молодой прирост, причем даже очень и очень крепенький. Это смородина, моя зеленая дымка любимая, а это жимолось, это голубое веретено. Очень красивая и очень сладкая жимолось, но хочу сказать, что если смородину в принципе можно черенковать весь сезон, то жимолось, она такая проказница, что ее можно очеренковать только, если вы снимете зеленые черенки с нее в момент первого сбора ее ягод. Потом это все становится бессмысленным. Когда я слышу рекомендации, что можно в принципе там конец августа, да берите черенки, да черенкуйте, да все это фигня, ни разу не получилось. И я уверена на сто процентов, что прочитала в одной научной статье, что только в момент первого сбора ягод. Так я и сделала. Так что же с ними делать? Конечно, они растут в специальных контейнерах. При нажатии на дно, здесь есть вот такая дырка, большая отверстие, там есть такая пластиночка специальная. Если вот так вот нажимать, да, то мы получим форму контейнера. И можем посмотреть, какова у нее корневая система, просто замечательно, держать на солнце ее долго нельзя, конечно. Убираем ее назад. Но высадить ее, конечно, жималось хладостойкое растение, конечно, смородина тоже хладостойка, но у меня всегда берет сомнение, стоит ли это делать. И я всегда вот эти растения закапываю прямо с контейнером, оставляя их в таком состоянии до весны. Весной, когда солнышко пригреет, конечно, листики все будут сброшены, здесь тоже, кстати, хороший прирост. Причем она плодоносящая уже, и смородина, и жималось, потому что берется она с плодоносящих кустов, и ветки плодоносящие используются. Конечно, жалко такое растение взять сейчас, бабахнуть в эту землю, но в контейнере она будет себя чувствовать очень хорошо. И рано весной, как только солнышко пригреет, ее почки проснутся, и они станут зелеными. И вот тогда вы берете, когда уже тепло, конечно, не мороз на улице и не заморозки ночью, берете, выкапываете контейнер, и сейчас я покажу, как это сделается, и высаживаете растение. Но мы посадим вместе с контейнерами. Вот мы отвалим землю, выкопаем вот по форме горшков. Ну, приблизительно, конечно, тут никакой точности особой не нужно, это не требуется. Нам главное, чтобы контейнеры были вкопаны как раз на уровне почвы, их край был. Ну, примерно вот так, посмотрите. Если поставить горшки, то есть контейнеры, то они как раз... Ой, земля свалилась. То они как раз получаются примерно так, как я хотела. Ну, и смородина тоже туда войдет, только там надо почистить немножко, чтобы земля не падала. И было место... Все-таки контейнеры имеют квадратную форму. Она очень хороша, когда на поддон ставишь. То есть вот, делая такую бороздку, можно спрятать туда вот такое количество контейнеров. Потом земля, естественно, все нужно засыпать тщательнейшим образом. Не бойтесь, то, что вы прикроете, еще и в горшочке там земля упадет, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы не поранить растение и его серединку не засыпать. Можете пролить водой около контейнеров. Ну, как-то вот так. Я специально делала, присаживала в каждый контейнер по два черенка жимолости, потому что, ну, все-таки даже при правильности всей, все равно иногда не получается. Поэтому по два. Один обязательно примется. Вот и все, что нужно сделать перед холодной зимой. А сейчас я хочу показать вам, выкопать один горшок с чешуйками лилии. Это ведь тоже своего рода размножение, хоть и не черенкование. И хочу, чтобы вы увидели, что там все в порядке, что там есть луковички. А не просто там я вам голову морочу. Не морочу. Ой. Вот он, горшочек замечательный. Вот какой ливень шел. Все листья в такой грязи. Это, конечно, потруднее вариант. Попробуем его вот так помять. А теперь попробуем его вытащить. Накрываем ладошку вот так. Видите? А теперь, чтобы не рассыпалось. Корневая система просто великолепная. И я не буду рассаживать сейчас их. Если рассаживать, то мне понадобятся опять пятилитровые бутылки. Я снова туда вставлю и снова отправлю на то место, где этот горшочек пребывал. Корни не просто от листочков, а корни от уже луковичек образованных. На следующий год, весной, я их пересажу в пятилитровые бутылки. И я надеюсь, что к осени, а это все от гибриды, их 9 горшков, и они все зацветут. Хотя бы в один маленький цветочек. Про черенкование. Хочу продолжить тему, пока у нас еще есть время. Черенкуются практически растения все. Редко, когда это невозможно. Вот помните, весной у нас была тема «Корни собственные яблони». Помните? И мы обязательно постараемся снять тот момент, когда я приеду сюда в феврале месяце и заломаю ветку тех замечательных яблок крупноплодных, которые мы тоже снимали в одной из программ. Заломаю ее правильно и весной попробую вырастить из нее «Корни собственные яблони». Не привитую. Мне очень хочется это сделать, потому что «Корни собственные яблоня» при любом обморожении она все равно культуру потом вырастет. Понимаете? Это же вообще супер-пупер получится. Ну, черенкуются пионы, черенкуются гортензии, черенкуются смородина, жимолость, яблони, груши. Черенкуются абсолютно все. Хоризонтемы, розы. Просто каждый имеет из этих растений свою особенность. И если черенковать плодовые деревья и розы, там не все просто так. Но я постараюсь зимой коснуться этих тем, чтобы всем было все понятно. Потому что все, что продается, все не купить. А если имеется на даче хорошие яблони, хорошие груши, почему не сделать это самому? Это все просто. Я вас очень люблю. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok